Мухтар, скажите, хорошо, если брать Казахстан, в частности на своем канале, вы обращаетесь к народу о том, что давайте бороться против такой существующей власти. По вашим оценкам, если брать Казахстан, диктаторский режим, который сейчас есть в Казахстане, на украинском языке это будет рущина сыла. Какой толчок нужен для казахского народа, чтобы все-таки, да, мы помним этот опыт, который придушили с помощью России, когда была попытка свергнуть эту власть. Что нужно, в частности, для Казахстана, чтобы тоже стать демократической страной и скинуть оковы России в том числе с себя? Для Казахстана сейчас, вот если говорить о оценке политической ситуации, то вот я, опять же, у меня нет замеров специально, чтобы сделать опросы, да, но есть постоянные контакты, работа с регионами, с людьми, тельные события, которые происходят, комментарии в адрес этой власти, уровень жизни и все прочее. Если вот так многопланово оценивать, то я могу сказать, что основная часть населения относится супернегативно к действующей власти, супернегативно. У нас ненавидят Назарбаева, основная часть, и были надежды, что якобы пришел новый президент и будет новый Казахстан, как он сказал, будет новый Казахстан. Но у Казахстана уже за пять с половиной лет его президенту нет. Его считают, что он обманул надежды. К нему отношения еще более негативны, чем к Назарбаеву. Негативное отношение к Назарбаеву вылилось в массовые протесты в 22-м году, которые завершились расстрелами. Они даже в масштабах большой России, 400 тысяч, чтобы вышло, это очень много. Это очень много по всей стране. Было очень много жертв. Теперь был определенный период репрессии и страха, 22-й и 23-й годы, и сейчас идет так называемое восстановление этого протеста. Это я вижу по своим просмотрам, по несколько сот тысяч, любой выход, там 400 и выше тысяч просмотров. Для Казахстана это много. В 2019 году, когда Назарбаев объявил, что он якобы передает власть Тукаеву, тогда у меня были миллионные просмотры. Это был, знаете, всеобщий подъем, все ждали, что вот все, режим и конец. Вот затем спад, это отразилось безусловно на просмотрах. Сейчас все поменялось. Мы предложили нашим гражданам план мирного свержения режима. Вот в ближайшее время, кстати говоря, выйдет фильм, в качестве примера будет показана оранжевая революция. У нас же люди боятся, что если мы выйдем на протест, то нас опять расстреляют. И мы эти страхи хотим развеять, показать, когда режим не стреляет. Когда, как в Украине, в Киеве, например, вышло 2 миллиона, в Киеве вышло 4 миллиона на протест. И по всей стране выходили люди. В Тбилиси, в 2003 году революция Алых Рос, в Армении и так далее. Ну и, в конце концов, бархатная революция 1989-го Чехословакии. Мы просто объясняем, что мирная революция возможна. Для этого нужно в том числе не только масса выступления людей миллионными, но чтобы еще силовики перешли на сторону народа. Часть, чтобы они были своего рода той самой армией, которая в случае чего применит силу в противоположную сторону. Вышел фильм. Вот этот фильм я выпустил. И мы говорим, что все эти процессы против власти, они должны быть организованными, чтобы не было жертв. Это значит специальные ячейки, специальные профессиональные революционеры, специальное финансирование. Я вот сейчас осуществляю сбор средств для реализации этой программы. И по нашему мнению, что с учетом международной обстановки, то, что идет война России против Украины, будут обострения процессов сейчас в Грузии, будут какие-то процессы, видимо, и в войне Израиля с Ираном. То есть в любом случае я считаю, что демократические страны, они будут вынуждены сделать выбор, как это было с Гитлером, когда они ему позволяли съесть Европу. И как-то, когда шло дело до Польши, когда съели Польшу, с этого момента Франция и Англия объявили войну Германии. То есть когда их приперли к стенке. Вот в данном случае международная обстановка каким образом повлияет? Да, сейчас Запад боится Путина. Давайте откровенно называть вещи своими именами. Поэтому они дают разрешения бить вглубь территории России. Потому что боятся, что будет ядерная война. Но в итоге эти страхи будут преодолены, потому что, опять же, исторические примеры показывают, что такие авторитарные режимы, они не останавливаются сами по себе. Их можно остановить только силой и разрухой. И я уверен, что в итоге демократические страны, даже в результате разных проблем, приостановив финансирование, как бы ни было, тяжело, но в первую очередь будет тяжело Украине. Будут жертвы и так далее. В итоге западный мир определится и развернет свои силы против Путина. И все эти события будут происходить в следующем году. В этом году будет тренд, в следующем году будет все разворачиваться. В конечном счете. Поэтому я говорю следующее. Путину не до Казахстана. Путин не сможет военным путем помогать, как это было в 2022 году, нашему режиму. Мы заблокируем аэропорты. Описана детальная схема. Схема, каким образом мы блокируем аэропорты. Как мы блокируем возможность перемещения военных сил. И мы говорим, что Путин не может справиться с Украиной. Ему нужно сейчас мобилизовать еще минимум 300 тысяч, чтобы он сформировал ту самую армию, которая могла бы функционировать и продвигаться дальше. Это ему очень сложно. Не говоря о том, что на это нужны экономические ресурсы. У него это будет, скажем, это ему будет сложно делать. Поэтому мы ставим задачу, чтобы максимум за год свалить режим в Казахстане. Потому что есть всеобщая ненависть к этому режиму. Есть, безусловно, страх. Но есть организующая сила. Нам нужны только финансовые ресурсы. Есть люди, которые готовы бороться открыто против этого режима. И мы работаем каждый день. Я провожу кучу эфиров. Мы создали штаб. Он был в свое время в Киеве. Сейчас он находится в Литве. Мы перевезли тех людей, кто именно представляет собой штаб, организующий силу. И наша задача максимум до конца следующего года свалить режим. Воспользоваться ситуацией, что будет очень серьезная международная обстановка, сложная для России. И не будет военной поддержки. Вот, собственно, на этом мы нацеливаемся в Казахстане. Понимаете? И еще я хочу сказать сразу. Мы, когда придем к власти, мы будем строить парламентскую республику без должности президента. Это вот образцы Запада, где нет должности президента. Потому что в наших странах, в любом случае, когда появляется президент, это в бывших постсоветских странах, к сожалению, наши люди еще по психологии плохо понимают, что такое демократическая страна, они сразу центральную фигуру начинают его освещать. И все рычаги власти там натягиваются, человек начинает брендзеветь. Это в любой стране постсоветского, кроме Балтийских государств. Поэтому мы хотим построить парламентскую республику. И мы не позволим использовать нашу территорию, чтобы шли грузы из Китая, зеленые коридоры в сторону России. Будем все перекрывать, блокировать. Я считаю, что мы ничего не должны бояться. А это принцип суверенного государства. Мы будем проведить независимую суверенную политику и ориентировать будем свою политику на Европу и на США. Не на авторитарные страны и отсталые, а именно на ведущие европейские страны. И в этом смысле Украина объявила этот курс. Это будет наш тоже союзник во всех отношениях. То есть все, что будет в наших силах, возможно, мы будем помогать Украине, чтобы она выстояла, как бы ей тяжело не было. Спасибо вам огромное. Я желаю победы Украине и не расслабляться. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!